Ты что, застеснялся? Ты застеснялся, мой сладкий. Да, вот так мы целуемся. Вот так. У неё на руках тихо посапывает экзотический зверь, но самой Ольге покой теперь только снится. Всё началось год назад, когда в доме поселилась Нюша. Вот этот с виду милый сурикат. Увидели на Авито, продают самку, ну девочку что, продают щенка и там сделали акцию срочно-срочно, там за 25 тысяч. Мы, значит, сели на машину, доехали до кургана и взяли её. Взяли маленькую, кусачью, верещачью. Короче, мы взяли самую злую. Наверное, поэтому на неё была акция. Вот, когда мы приехали домой, ну мы не думали, что будет столько проблем. Чтобы Нюша не скучала, из питомника взяли Гришу. Радости и проблем стало в два раза больше. Вместе с сурикатами в доме Ольги сразу поселились и тараканы. Их пришлось развести специально, чтобы кормить питомцев деликатесами. Я очень их боюсь, у меня не боится их мой супруг. А я их боюсь вообще до жути, но а куда деваться, как говорится, если надо покормить пупсиков. Сейчас бы ещё какого-нибудь поймать. Давай, давай, кто первый? Ну, погнали. Оказалось, сурикаты – животные довольно сообразительные. Откликаются на имена, любят смотреть хоккей и даже могут управлять смартфоном. Однажды Нюша случайно написала в школьный чат. У них сенсорные лапки, и они могут прямо нажимать на них. Нюша, иди. На, Гриша, иди. Иди, звони. Ну, вот так вот это периодически происходит у нас, как бы, да. Вообще, для Ольги сурикаты – как малые дети. С ними тоже нужно нянчиться. Иди сюда. Ты мой игрушки. Вот они, мамкины игрушки. Сурикаты целый день ищут приключения. Правда, проводов не грызут, в розетки не лезут. Хулиганят они по-своему. Катаются на пылесосе и воруют стельки. Они у нас очень любят стельки. Да. И все кроссовки, все ботинки, все сапоги у нас всегда без стелек. Вытащено, все разодрано, все разорвано. И вот такие вот штуки у нас делают наши малыши. Нюша и Гриша суют свой нос куда угодно. Но хозяева прощают им все. Особенно, когда те встают на задние лапы. В мастерстве умилять равных им еще не нашлось. Дарина Яранцева, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.